Это Лида. Это тоже помогало Олегу. Но здесь серьезная ситуация, я должен сказать о Лиде, вот что... А почему вот он с бородавкой, и она с бородавкой? Почему, как меня ненавидят те, кто с бородавкой? Ну ладно. Короче, Лида, Лида Ивченко, она всю жизнь занималась пропагандой вот этого всего, псевдопатриотизма, так что Кутузов гениальный, изумительный. Ну да, у него было два генеральных сражения, оба два он их проиграл, но это ни в коем случае не умаляет, а наоборот. Это хитрый план. Если сразу выиграть, то это любой дурак может. Это любой наполеет. А вот так, чтобы сначала все полностью сжечь. Это вот Лида. И всю жизнь она Лида, Лида, значит, это все отрабатывала. И ее, значит, некоторое время назад свои же, так сказать, патриоты выкинули, простите, как собачонку из Бородинской панорамы. где она была, по-моему, главным хранителем. Да, Лида наслужила стать главным хранителем. Все несла патриотическое, ну все, что прямо, ну все как надо, да. И все равно свои же выкинули. Поэтому, вот правильно мне говорили, ничего, Евгений, не делайте. И в фотографии Лиды проплывет по Мойке, по реке Мойка, или вот там, да, по Мойке. Ну это, да. Я думаю, надо, знаете, это, знаешь, как там, Задунайский, да, а это Помойкин. Значит, Лида. Дело в том, что Лида, она вообще, несмотря на то, что она очень расходилась с Олегом, она играла патриотку, а он такой, значит, он играл, он тоже говорил, что обожает Путина и прочее, но он у нас монопартист и прочее. Но Лида, она всегда за ним, простите, бегала. Лидка бегала за ним, а он от нее. Потому что у него, ну, конечно, у него, вы знаете, какие, у него, знаете, какие нам по возрасту предпочтения, А Лида, она гораздо старше и меня, и, ну, я не знаю, как его, но, в общем, это в его планы не входило. Она как раз за ним бегала страшным образом. И все это было на моих глазах, все это, так сказать, разворачивалось. И она пыталась его как-то поддерживать, намекая, что, значит, все это самое. Вот, я не думаю, что Олег оценил, он вообще не страшно, не благодарный. Вот я благодарный, и сегодня ребятам подарил гравюру 19 века, представляете, это все-таки. А, и дальше в Соренто повезу, в Париж, а он вот Лиду, Олег Лиду не повез ни в Соренто, ни в Париж, хотя она ему так помогала пороть меня, уж как, Лидка, ты помогала, и все равно ничего не помогло. Обратите внимание, вот Лид. Значит, Лидучка, мне Троицкий в письмах, у меня была переписка с Николаем Троицким, неопубликованная. Ну, я пару опубликовал здесь, прямо этими фотографиями письм, что он идеальный был почерк, но Троицкий всегда говорил, что Лидать ужасная. Да, ну вот мы продолжаем, мы вспомнили, как Николай Ильич Троицкий, профессор, называл круглый, вот эту, она не круглая, она как вобла такая, как щепка, поэтому Олег на нее не обращал научного внимания. Но мы тоже в перебивке, в перебивке думали, ведь скоро предстоит суд над Олегом, я надеюсь, он дотянет до этого, он все-таки эгоист, я думаю, что он точно дотянет. И вот как мне появиться, я же должен, ну, тоже, я так понимаю, меня, наверное, пригласят выступить, я должен выступать, и мы думали, как одеться, то есть какой образ выбрать. И я думал разные, там была Марлен Зитрих, свидетель обвинения, почему свидетель обвинения в фильме, да, но я склоняюсь к Либерачи. Либерачи, великий артист по образу, вот, кстати, Элвис взял образ у Либерачи, вот эта яркая прическа, все. Вот Либерачи, это шуба, у Анны Николаевны есть белая, кстати, такая белая шуба огромная, и надо будет напрокат, да, подъехать на проспект Мира и взять напрокат, все бриллианты надеть, все это, самую прическу. И, видишь, я явлюсь в это сутро, very nice, very nice evening, hello, 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 I'm very happy to be here tonight. Кадылак, конечно, это Кадылак, этих всех, да, в ретузах, да, с фортепиано, с каким-нибудь, с каким-нибудь замечательным таким подсвечником 19 века из моей коллекции, вот эта, hello, вот, так сказать, Лида. Давайте, я хочу вам процитировать, процитировать Лиду, потому что все-таки, чтобы вы понимали, что Лида, 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 где ты, Лида, где ты, вот ты, Лида, вот ты, Лида. Она, кстати, Манфред называет почему-то академиком, понимаешь, до какой степени вообще не в теме быть, чтобы называть профессора Манфреда академиком. Она перепутала с Тарли, ну, сиди, Лида, Лида, ну, я понимаю, что для тебя что Тарли, что Манфред, это одно и то же, но, ну, как, ну, со старой женщиной, ну, подучись уже, как, матчасть, матчасть, да. Так, Лидия Леонидовна, ля-тополя, значит, а вот, приветственно, это я пишу в книге, чтобы вы понимали, почему Лидка поддерживала Олега, помимо того, что она... А вот, она, а вот, и на мойку не выдержала. Но, кстати, позвони этим ребятам, чтобы, может быть, им как-то там понадобится для расследования. Так вот, что Лида пишет, я цитирую Лиду Ивченко, что Кутузов решился на генеральную битву по причинам нематериального характера. Лида, Лида, мы в 21 веке, ты уже не девочка, ну, прости, пожалуйста, ты уже, у тебя сын служит, между прочим, служила, не знаю, как сейчас, сейчас, подожди, я же про Лиду несколько раз, я в двух, в конце есть несколько страниц, мемуарные части, несколько, я для ученых будущего. И вот, что я вспоминаю про Лиду, что я вспоминаю про Лиду, я цитирую любимого автора, вспоминается из прекрасного. Пару лет назад меня пригласили на открытие выставки Бородинской панораме, посвященной теме, в кавычках, засели мы в траншеи, то есть заграничные походы руссками. И Лида произнесла в микрофон пламенную речь, в смысле, в кавычках, на нас напали, а мы спасали, и мы великие. А потом в личной беседе сообщила мнение, в кавычках, может, и не надо нам было в Европу. Однако, вскоре после этого в Фейсбуке сохранился мой пост от 15 мая 2015 года, я ее встречаю в гастрономии ГУМа, Лида, у Кузнеровича. Я напомню, это уже было время, когда наше правительство совершенно правильно, справедливо ввело санкции против, так сказать, вот. И в гастрономии ГУМа встречаю Лиду, патриотку, изымаю без сопротивления корзину, изымаю у Лиды корзину, и узнаю, что в ней нет ни одного, восклицательный знак, товара, произведенного в России, все западные. Лида, где патриотизм? Я тебя сейчас прямо в лицо, в камеру спрашиваю, как тогда спросила, Лида, где патриотизм? Это тебе, конечно, не Олега поддерживать против меня. Так вот, значит, ни товара, равно как и костюм, что был на ней, и уже купленная парфюмерия в аккуратно фирменном пакетике. А как же дым Отечества и русский дух? Зачем иностранные флаконы? И это в те дни, когда мы так справедливо боремся, а вот я уже тогда написал, справедливо боремся и вводим санкции. Что еще показательней? Сын патриотической Лиды Леонидовны, Миша, реконструктор, и, если я не ошибаюсь, с номером, пятом в французском кирасирском полку. Раньше что-то было в другом полку, тоже егерей, императорской гвардии, но неважно. В данном контексте, не могу не подчеркнуть, для ученого надежным источником для анализа, например, гражданских чувств объекта является именно потребительская корзина. То, что стоит дома, куда персонаж мечтает съездить отдохнуть, что носит, а вовсе не то, что человек показушно декларирует. Далее. Замечу, что Ивченко долго была лишь музейщицей. Ну и так далее, и так далее. Потом про то, что ее свои же это самое, и все. Короче говоря, вот это, это, вот не вот это, а вот это, значит, Лида. Это Лида, Лида, все. Я не хотел, Лида, ты сама виновата, я очень хорошо относился, но за, я считаю так, знаете, добро должно быть, так сказать, с кулаками. Вот.